Привет! Это программа «Все к столу». Я ее ведущая Ирина Корчагина, и именно я буду знакомить вас с представителями разных национальностей, которые живут в Алтайском крае. Хорошо ли мы их знаем? Как им удалось сохранить свои традиции, язык? Сегодня герои нашей программы – люди-лебеди. Их очень мало, но мы их нашли. Мы едем к умандинцам. Сегодня нам очень повезло. Мы попали на один из главных праздников умандинцев – Качекан. Кстати, изначально это был чисто мужской праздник с эротическим подтекстом. Девушек и женщин перед этим мероприятием прятали. А все почему? Даже если замужняя девушка приходила на праздник, ее могли женить на себе без ее воли. Так что, кто его знает? Качекан – праздник плодородия и новой жизни у кумандинцев. Считается, что Качекан – это дух, который спускается с неба к людям, когда они собирают урожай. Такой же обряд можно встретить не только у кумандинцев, но и у их соседей – шорцев, телеутов, челканцев и туболаров. Своим посохом Качекан освещает дома, еду, обещает приплод животных, награждает людей браками, детьми. В рассказах наших стариков праздник плодородия, он же имеет такой эротический характер. Посох, он же в виде фалоса, да, вот он ходит, и каждому, кого хочет, можно сказать, по-русски говорить, благословить, вот он прикасался к человеку. И, говорят, даже у бездетных рождались дети. Чтобы дети рождались у нас, чтобы скот в поле ходил, чтобы рыба в речке была, чтобы в саге дичь была. Это все главное, чтобы орехи рождались, чтобы облепиху рождалось. Селившийся в одного из мужчин Качекан превращается в обычного человека, который одевает маску и ведет себя, как свидетельствовали современники, наподобие возбужденного жеребца. Он изображает агрессию и пытается, ну, как бы такими действиями оплодотворить все вокруг. Повторяемая сегодня традиция, пусть даже в форме реконструкции, на самом деле становится новой традицией, без которой жизнь современного народа кумандинцев невозможна. Калакукай, 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 танцы, чан. Сегодня в роли Качекана старейшина среди кумандинцев. По традиции, когда к Качекан подходит, его благодарят за урожай. Со второй половины прошлого века в празднике Качекан многое меняется. Их женщин уже на празднике больше, чем мужчин. И Качекан, хоть и тот еще жеребец, уже никого ни с кем не сводит. Но даже то, что мы видим, это огромная заслуга кумандинцев 21 века, которые возрождают древний обряд. В их руках их история и будущее. Кумандинцы – тюркский народ Южной Сибири. Они проживали на территории Алтая еще до начала освоения этой территории русскими. И кумандинцы очень гордятся тем, что они самые, что ни на есть, коренные. Исследования этнографов говорят нам о том, что в основном кумандинцы занимались охотой на крупного и пушного зверя. Сеяли ячмень, разводили домашний скот – все это помогало выживать в суровых природных условиях. В это сложно поверить, но еще первые русские землепроходцы отмечали значительное количество светловолосых и голубоглазых детей в кумандинских аилах. Кстати, первое известное историком упоминание о взаимодействии русских переселенцев с кумандинцами встречается еще в 1628 году. До прихода Ермака сюда, в Сибирь, мы жили, то есть у нас был уровень княжества. Князи свои баи были, то есть не были мы такие, как каменные люди. Торговля с Китаем шла. В свое время кумандинцы входили в состав тюркских каганатов, испытывали на себе власть кыргызских и уйгурских правителей. По их землям прошлась конница Чингисхана. На несколько веков земли кумандинцев оказались в составе империи Юань, а затем Белой Орды и Сибирского ханства. И только после 1756 года все алтайские племена, в том числе и кумандинцы, вошли в состав Российской империи. Мы вошли, конечно, в состав России, понятно, более сильного властителя, да, понятно. То есть как бы под защиту добровольно вошли. В Алтайском крае кумандинцы живут вдоль реки Бия, в Бийском, Красногорском и Салтонском районах. А за пределами нашего региона их можно встретить в Кемеровской области и в Республике Алтай, например, здесь, в Турачакском районе. Бия – священная река для кумандинцев. Согласно легендам и песням, которые передаются из поколения в поколение, кумандинцы верят, что они являются потомками лебедя. Давным-давно летели лебеди. Над горной речкой, сделав круг, печально опустились. И, сбросив крылья у воды, в нее три девушки вошли. Не видел мир прекрасней птиц. Водно влюбившись из девиц, охотник решил жениться. В итоге, потерявший от любви голого мужчина спрятал крылья своей возлюбленной. И прекрасная дева осталась жить с ним. Так и появились на алтайской земле кумандинцы – люди-лебеди. Как утверждает еще одно из местных поверий, мир зародился из гигантского яйца, снесенного в море лебедем. Кстати, в переводе «ку» означает «лебедь», «ман» – это «я». Вообще, вся жизнь кумандинцев раньше была пронизана анимистическими представлениями. То есть люди верили в духов и считали, что именно от духов зависел успех охоты, урожая. Особо почитались духи, покровители рода. Как пишут историки, вплоть до 50-х годов прошлого века у кумандинцев еще сохранялся обряд жертвоприношения лошади. Сегодня же большинство кумандинцев – православные. У меня даже отец, он из рода шаманов, и он не был крещен. А мама была крещена, и дед был крещен. Очень сильно православные праздники почитались. Особенно Пасха, то есть посты. У моей сестры двоюродной, у нее по отцовской линии Степановой были шаманы. А у меня в природе, да, вот моей мамы Талешкана, они все гармонисты были и голосисты. А мы возвращаемся к нашему обряду Качикан и его гастрономической части. Если вы окажетесь в компании кумандинцев, скорее всего, вас угостят пловом из косули или, например, лапшой тутпач, похожий на наваристый бульон с кусочками теста. Для тех, кто готов к кумандинской экзотике – колбаса из внутренности домашних животных. Мы же сегодня вместе приготовим кашу и чай из Талкана. Это тоже традиционные блюда у кумандинцев. Встречаются также у алтайцев, казахов, узбеков и не только. Делают его издревле. Еще готовили наши дедушки, прабабушки. Наши деды ходили раньше на охоту и брали с собой Талкан, потому что он легкий и быстро готовился. Сейчас мы это и проверим. Вместе с Галиной обжариваем зерна пшеницы до коричневого оттенка. И жарим рожь, пока она не начнет стрелять. Вот видите, уже поменялся цвет. Уже из белого стал коричневый. А дальше будем молоть зерна на пасыке до состояния муки. Можно сказать, что это ручные жернова. Меня, честно говоря, очень удивляет такая технология в 21 веке. Ведь Талкан сегодня можно приготовить в кофемолке или даже купить готовый на маркетплейсах. Но здесь люди по старинке готовят именно так, а значит и мы попробуем. Нет, ну у кого-то же получается хуже. А вот если вот на всю семью делать, это же вообще... Наверное, потом это все ускорим. Ну да. Ну оставляем себе, пусть у нас мельцы. Кстати, сегодня почти все браки командинцев смешанные. Хотя еще не так давно, в начале 80-х, в некоторых семьях настаивали, чтобы брак заключался только с командинцами. В современных реалиях это невозможно. По данным переписи населения 2020 года, численность командинцев составила 1101 человек. Это на 300 человек меньше, чем в 2010 году. Для того, чтобы выбрать вторую половину, если по нашим традициям, надо, чтобы вторая половина была из другого щека, из другого рода. То есть у нас же все по родам распределяется. Командинцы же тут даже спросите, из какого рода каждый назовет свой род. Командинцев очень мало. И мы уже практически все родственники друг к другу. И редко, когда создаются семьи, когда два других рода объединяются, да, такое есть. Мало, но есть. А еще большая боль этого народа – утрата носителей языка. Молодежь практически не говорит по-командински. В советские годы Командинский вообще считался диалектом алтайского языка. И только в 2000-м был признан самостоятельным языком. Командинский язык сложен в том плане, что у нас, как бы, произношение очень сложное. И у нас есть буквы, которые нужно произносить особенно правильно. Одно слово может звучать по-разному. Ну, допустим, так, допустим, гора, да, и можно сказать, так, ла, окончание ла, это прибавляем, и получается, ты косматая. Еще сложность изучения кумандинского языка состоит в том, что его лексические возможности ограничены. Так, например, словарь кумандинцев насчитывает порядка 10 тысяч слов. Поэтому одно слово имеет различную семантику, которую можно определить только по контексту предложения. Сегодня кумандинский язык занесен в Красную книгу языков народов России. То есть ему грозит исчезновение. Поэтому в семьях бережно хранят свою речь, пытаясь и молодежи привить любовь к своему языку. Я вот жила в селе Шонарака, я не разговаривала на русском языке. Вообще я его не знала. Даже я в школу пошла, я не знала русского языка. А к нам приезжали родственники, они разговаривали на русском языке. Мы их не понимали, а мы разговаривали на кумандистах. Так они за каникулы кумандистский язык не знали, а мы русский. Если нет языка, нет этненоса, это однозначно. А мы возвращаемся к нашему толкану и уже готовы варить кашу. Она варится быстро, 3 минуты, потому что у нас толкан жареный, молоко закипело. Я небольшой любитель каш, но толкан определенно произвел на меня впечатление. Рекомендую приготовить его в домашних условиях. Ну все, можно выключить, просто поесть. И это еще не все. Как нам обещали, чай с толканом. Для этого мы заварили травы, наши алтайские, зверобой, листья малины, мяту. Мы еще используем молоко. По крайней мере, вы теперь будете знать, где-то вы поехали на экскурсию. Допустим, даже в Горный они используют такой чай. Киргизы, Беки. Поэтому вы уже будете знать, что такое чай с толканом. Да. Проходит столетие, они все так же охотятся, ловят рыбу, собирают ягоды и орехи. И все так же вдоль реки Бия можно услышать кумандинскую речь. Люди-лебеди, дети гор все так же живут на своей земле. И все так же раз в год с небес к ним спускается Качакан, чтобы жизнь продолжалась и дальше. Когда я сюда переехал в 72-м году, нас вообще не признавали, мы их нигде не числили. А раньше же писали как? И алтайцев, и кумандинцев всякое разное. Благо вот мама с папой меня записали кумандинцам. Я горжусь этим, что я коренной. Да, кстати, Шукшин, да, вот кумандинца Шукша в переводе на русский означает смешанный брак переселенцев с коренными жителями. И вот вышла фамилия Шукшин. Было такое даже раньше, что нас приравнивали к другим народам. То мы алтайцы, то татары, да. И вот сейчас, слава богу, такое время, что можно вот как-то изучать и развивать, сохранять. Это трудно, конечно. Сто лет назад также говорили, что кумандинцы вымирающие, и что их очень мало. Но прошло сто лет, кумандинцы есть, а пока живы традиции, язык, народ будет жить. Мы коренные, то есть как бы у нас другого места нет на земле, где мы жили. Что ж, сегодня мы видели кочекана, стреляли из лука, попробовали толкан, местную лапшу, плов из косули. Прониклись в душевные атмосферы праздника и узнали, что, возможно, мир – это гигантское яйцо, снесенное в море лебедем. Мое заключение – кумандинцы – это уникальный народ.